Забота, конечно, мало, что можно успеть сделать, но в целом, мне кажется, вы на правильном пути, и я хочу дожидать вам успехов. Спасибо. Как в программу переселения из аварийного жилья не попали? 40 тысяч квадратных метров жилья, места в детских садах, стройка полигона и тарифы ЖКХ после встречи Владимира Путина и Игоря Васильева есть подробности. Нам удалось оптимизировать работу в обращаемом приеме. Тем самым мы сократили время работы с медицинской консультацией в полтора раза. Сэкономит время пациентов, повысит качество медицины, а еще прямое указание тесно взаимодействовать с жителями в вопросах благоустройства. Журналисты Первого городского весь субботний день следили за перемещениями и разговорами Владимира Путина в Кирове. Сегодня коротко об итогах. Не включили половину из того, что обещали в Кирове. Без горячей воды до сих пор остаются почти 450 домов и 9 детских садов. Расстроил таксиста и угодил на больничную койку на улице Профсоюзной. Предположительно, пьяный сотрудник ДПС из Слободского устроил аварию. Ракурсы которых на местности просто не существует. И огромная коллекция за 11 лет. В понедельник 12 художников со всей страны отправились в один из главных и старейших выездов для работы на открытом воздухе на Воснецовский пленэр. О главных событиях в понедельник, а 7 августа расскажет информационный канал «Город» студия Артема Панекаровских. Здравствуйте! Как в программу переселения из аварийного жилья не попали 40 тысяч квадратных метров жилья, места в детских садах, стройка полигона и тарифы ЖКХ? Появились подробности встречи Владимира Путина и Игоря Васильева. Встреча состоялась в кабинете на третьем этаже библиотеки имени Герцена. В начале доклад о сильных и слабых сторонах региона. Кроме успехов с привлечением инвестиций в лесную отрасль, роста промышленного производства, сельского хозяйства и увеличения собираемости налогов, Игорь Васильев рассказал о проблемах. Речь шла о сложной ситуации с бюджетом и госдолгом, о спасении вязкополянского завода «Молот оружия», который продавал свои продукции в том числе и в Соединенные Штаты Америки, но недавно попал под санкции. Выяснилось, что 40 тысяч квадратных метров жилья, которое было признано аварийным, по неизвестной причине не попало в федеральную программу переселения. Почти 40 тысяч квадратных метров жилья были признаны аварийным и не включены в программу в 2012 году. Здесь, я думаю, что нам нужно разбираться, по каким причинам это не было сделано. Мы сейчас их выявили. То есть их просто не учили? Просто не учили. Там были хорошо, что было в соответствии. Может быть, укусил какой-то санкции. То есть их нужно было в соответствии с принятыми решениями включения? Совершенно. Программа не включили. Также тарифы ЖКХ, по мнению Игоря Васильева, правительство до конца года сможет снизить их на 10%. Пока, правда, не уточняется, о каких именно тарифах и в каких районах идет речь. Владимир Путин, в свою очередь, попросил Игоря Васильева взять на контроль обращение, которое получил во время прямой линии. На двух листочках есть сообщения, например, о нехватке мест в детские сады, в то время как в целом по стране обеспеченность местами в садиках приближается к 100%. По стране практически чуть ли не 100%. Почти 100%. У нас цифра близка к 100%. Ну ладно. Нет, вы не знаете. Мы по Кирове есть. Вы посмотрите. Я не могу говорить, потому что я... Я думаю, что в этой ситуации все-таки закон по переведению нашим средствам компенсации. Это неплохо, но это все-таки не решение. Хотя это, если кто-то кого-то это уже не творит, нормально. Для того, чтобы мы ряду с этим, нужно, конечно, заниматься строительством в том числе. И в том числе возвратим. Вот там где-то. Там где-то. До президента также дошли жалобы и на строительство полигона. По всей видимости, тот, который за деревней Осинцы, вблизи жилых домов. Есть подозрение, что в этих карьерах мы собираемся создавать салаты для отходов твердых бытовых. Почему непосредственной близости от жилых домов? Вот здесь это все есть. Прошу обратить внимание. Теперь очередники сотрудники МВД и пенсионеры МВД. Тоже надо посмотреть. Есть проблемы с меня целью. Сейчас не буду выдаваться в детали. Посмотрите тоже. Ну и по газификации вы сейчас упомянули. Это уже будет. Люди справедливо спрашивают. Вот мы вставляем большой объем газа, нефти за рубеж. А как у нас с газификацией? Ну, вы знаете сами, что газификация развивается. Ну, на что хочу обратить внимание. Газпром-то доводит трубу. Но доведение до потребителей – это дело самого региона. Поэтому обязательно посмотрите. И нужно деньги вовремя выделять на то, чтобы доводить до конечного потребителя. Разводку делает. Владимир Путин потребовал взять все изложенные жителями на личные контроли. Пожелал успехов исполняющим обязанности. Встреча Владимира Путина и Игоря Васильева длилась около 25 минут. Десятки глав администрации регионов, десятки федеральных чиновников, длинный президентский кортеж, личная охрана и Владимир Путин. В субботу он приехал встретиться с Игорем Васильевым, оценить развитие медицины и провести заседание Совета при президенте по местному самоуправлению. На фоне всего этого действия даже главнокомандующий ВВС России затерялся в лентах информагентств. А ведь в тот же день посетил четыре кировских оборонных предприятия и отметил высокое качество производства и управления. Кажется, что настолько масштабных визитов, как по количеству высокопоставленных чиновников, так и по насыщенности их программы Киров еще не видел. Все подробности в материале. Полицейские и сотрудники ГИБДД через каждые 50 метров вычищены от припаркованных машин дороги, по которым будет передвигаться президент, рамки металлодетекторов, досмотр журналистов на каждом из объектов посещения и толпы наблюдателей. Неожидание длиной в два часа, не даже ливень. Не спугнули десятки людей у первой поликлиники, которые хотели посмотреть на кортеж длиной в 10 машин и, конечно, на самого президента. Разглядеть, правда, вряд ли удалось. Машины вплотную подъехали ко входу. Большая личная охрана прямо с порога Владимиру Путину стали докладывать о том, как выглядит и работает в Кирове федеральный проект «Бережливая поликлиника». Вот эта поликлиника, она одна из самых крупных, это 34 тысячи населения. И на этих слайдах хотелось бы показать, какая она была до реализации проекта. Не вижу. Как за 10 миллионов рублей и 2,5 месяца можно преобразить коридоры и кабинеты, президенту показывают на слайдах. Напольная цветная навигация, электронная система, больничный карт должны сильно сэкономить время пациента. Такой и была главная задача федеральной программы. Нам удалось оптимизировать работу в врача на приеме. Тем самым мы сократили время работы с медицинской документацией в полтора раза. То есть у нас увеличилось время работы с пациентом с 5 минут до 9, при нормативе первичных приемов 15 минут. Из окна кабинета хирурга видно вертолетную площадку. Сюда санавиация уже может доставлять тяжелых пациентов хоть со всей области. Кроме того, близость к крупным медицинским центрам и специалистам. Здесь находятся три крупные медицинские организации. Перинотальный центр, детская областная больница, центр травматологии и ортопит. Вот эти доктора сосуществляют выводы. Кроме того, в центре травматологии имеется возможность проведения, и она используется телемедицинской консультацией. Вторая часть программы визита президента в Киров посвящена теме местного сумму управления. Еще до большого заседания по кировским дворам, не самым худшим, конечно, прошлась большая делегация глав администрации городов и регионов. Кировские чиновники делятся опытом тесного взаимодействия с жителями в работе по благоустройству дворов и площадок, говорят, без этого никак. У нас был просто пустырь, и детям негде было играть. Нам помогла, конечно, и управляющая компания, и город. Для координации деятельности всех ТОСов у нас были созданы в каждом микрорайоне центры местной активности. Выкрашенные бордюры, целые дороги, новые детские площадки и клумбы такой чистотой и уютом могут похвастаться, пока далеко не все кировские дворы. Гости утверждают, что и у них в целом так же, но уже есть позитивные изменения. Якобы это даже не от бюджетов зависит, а от самих жителей. Как всегда у нас в городах денег особо не хватает, но самое главное не это, не городок там детский, не спортивная площадка, даже не клумбы, которые сами жители сделают. Самое главное, что меняется менталитет жителей. Опыт ваш тоже замечательный, и это говорит о том, что учитывается мнение жителей. Это очень хорошо. Наверное, в этом тоже есть рациональное зерно. Вторая часть визита президента в город Киров посвящена теме муниципального управления. В библиотеке имени Герцена происходит заседание, посвященное этой теме. В нем принимают участие, в частности, главы городов из многочисленных регионов России. Речь идет прежде всего о благоустройстве скверов и дворов. Владимир Путин во вступительном слове сказал о важности участия в этом процессе самих же жителей. Свой достаточно интересный опыт в обреченности граждан в решение задач местного самоуправления есть и здесь, в Кировской области. Это и проект поддержки местных инициатив, которые выдвигают граждане, и так называемый народный бюджет, в рамках которого жители участвуют в выработке конкретных направлений использования денежных средств. О парковках, взаимодействии с жителями, законопроектах и главных целях работы муниципальных властей шла речь в библиотеке Герцена. Идеально повторяющиеся изгибы российских флагов, несколько десятков высокопоставленных участников и прямая трансляция на федеральные каналы. На вечер субботы главный зал библиотеки превратился в зал заседания Совета при президенте. Владимир Путин подчеркнул, похоже, не всем еще понятно, как реализовывать федеральную программу комфортной городской среды на местах. Напомню, когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие от жителей в определении приоритета благоустройства. К сожалению, не все руководители этого слышали. И не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнений жителей. И таким образом проявил явное неуважение гражданам. Скажу больше, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет. Ни с благоустройством, ни, что самое главное, с доверием со стороны граждан. Несмотря на то, что смеркалось у зданий библиотеки, тем временем тоже скопились люди. Кто-то думал, что президент пойдет общаться с народом, а кто-то из пожилых хотел передать лично в руки письмо. Мы ждали, 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 ждали. Дождались. Но кроме многочисленных охранников, Владимира Путина, снимающего где-то вдалеке на выходе пиджак и уезжающего кортежа, ничего больше не увидели. Артем Паникаровский, Ксения Зиновьева, Никита Тузов, Александр Рожков, Никита Рябинков. Информационный канал «Город». Обещали, но не далее. В Кирове без горячей воды до сих пор остаются почти 450 домов, 9 детских садов, 14 школ. Хотя в пятницу специалисты КТК пообещали, что в субботу подключат практически всех. Сегодня на совещании в администрации от КТК звучали уже более скромные цифры. В пятницу говорилось, что вода появится более чем в 600 домов. По факту водоснабжение восстановлено всего в 53. А цифра по детским садам и школам за выходные не изменилась. В дошкольных учреждениях пока обходятся водонагревателями. Александр Перескоков попросил подключать соцобъекты в первую очередь. Коммунальщики говорят, что графики подключений приходится переносить по-прежнему из-за многочисленных прорывов на сетях во время опрессовок и из-за работы по реконструкции теплосетей. Параллельно с ремонтами КТК прорывы устраняют и специалисты кировских коммунальных систем. На вторник отключение планируют в большом квадрате центра города. Об этом и других новостях далее эфир продолжает рубрика короткой строкой. 8 августа во вторник в центре города отключат холодную воду. Из-за ремонтных работ на сутки без воды останутся жители домов на улице Горького, Молодой Гвардии и Маклина. В это же время возможны перебои с водоснабжениями еще в нескольких кварталах города. Кировчанам советуют сделать необходимый запас воды. Киров занял второе место в России по темпам падения пассажиропотоком. Статистику опубликовал сайт Содружества авиационных экспертов. Упобедило в одной из самых больших снижений среди аэропортов с пассажиропотоком более 50 тысяч человек. За первое полугодие желающих улететь стало меньше на 20%. Хуже показатель только у Нарьянмара, в котором проживает всего 24 тысячи человек. На улице Ленина появится новый сквер в районе дома 156. Установят новые скамейки, фонари в рамках проекта 30 скверов. Территорию уже начали расчищать от сорняков и старых деревьев. Часть работы обещают сделать в этом году. Всего в Ленинском районе намечено благоустройство 15 зеленых зон. На двух объектах уже идут работы. Киров включили федеральный туристический маршрут «Великий Волжский путь». Маршрут объединяет города Казань, Нижний Новгород, Перемь, Йошкар-Алу, Ижевск, Киров, Чебоксары, Саратов, Самару, Пензу, Саранск и Ульяновск. Опробовать новый маршрут сначала решили на школьниках. Для них сформирован пакет с питанием, демократичными условиями проживания и экскурсионной программой. Первые путешественники могут побывать в Кирове уже этой осенью. Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Расстроил таксиста и угодил на больничную койку. На улице Профсоюзной предположительно пьяный сотрудник ДПС из Словацкого устроил аварию. На дорогах было неспокойно. В выходные в городе произошло сразу несколько крупных аварий. Есть погибшие и пострадавшие. Прямого такого вида собственно нету, только если там все вырубить на переднем плане. Ракурсы которых на местности просто не существует. И огромная коллекция за 11 лет. В понедельник 12 художников со всей страны отправились в один из главных и старейших выездов для работы на открытом воздухе на Воснецовский пленэр. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Неудачно отметил день рождения сожительницы, вероятно, пьяный гаишник из Словацкого, который устроил ДТП в Кирове. На улице Профсоюзный сотрудник ДПС хотел обогнать грузовик, но на встречной полосе он врезался в таксиста на Рено Логан. Виновник аварии сломал три ребра. Его увезли в больницу. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. В салоне 99-й находилась форма сотрудника ДПС, а также жезл. Как выяснилось, водитель авто лейтенант полиции из Словацкого Максим Мухаданов после ДТП его увезли в травмбольницу. Там врачи выяснили, мужчина сломал три ребра, повредил голову и ногу. Позже кировские сотрудники ДПС привезли пострадавшего в управление ГИБДД, ведь у их коллеги имелись признаки алкогольного опьянения. Личность установлена в водительском удостоверении. В связи с присутствием признаков опьянения водителю будет предложено пройти освидетельство на состояние алкогольного опьянения. Также в вашем присутствии будет отстранено от управления в связи также с признаками опьянения. Максим Михайлович, согласны ли пройти освидетельство на состояние алкогольного опьянения в массовой полиции? Как его? Слышали, да? В связи с этим я направляю его на медицинское освидетельствование. Максим Михайлович, согласны ли пройти медицинское освидетельство на состояние опьянения? Как? Время отказанного 4.45. Как выяснилось, незадолго до происшествия Мухаданов подал документы на увольнение из полиции. 8 августа он должен был выйти на пенсию. Скорее всего, теперь он уволится недобровольно, а что называется, по статье. В парке имени Гагарина молодой человек украл пульт от аттракциона. Похищенное устройство оценили в 40 тысяч рублей. В момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Шел дождь, и администратор ушла закрывать карусели. Пульт от аттракциона с маленькими машинками она оставила на прилавке. Этим воспользовался молодой жулик. Он схватил пульт и убежал. Как выяснилось, у вора был подельник. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Всем, кто опознал молодых людей на видео, необходимо обратиться в полицию по телефону 8 922 939 1060. Героям видеоролика полиция рекомендует написать явку с повинной и добровольно вернуть похищенное. На улице Романа Ярдякова водитель пазика не рассчитал габариты автобуса и протаранил дорожное ограждение. Ты шумая. Вообще, в эти выходные на дорогах было неспокойно. Сразу несколько серьезных аварий за два дня. Общая цифра 6 ДТП. Сама по себе небольшая, но много пострадавших. Один человек погиб, двое детей и восемь взрослых получили серьезные травмы. В субботу 30-летний водитель японской иномарки сбил сразу двух человек на улице Преображенской на пешеходном переходе в районе Театральной площади. Инцидент произошел в 10-м часу вечера. Дорожные полицейские установили, что мужчина за рулем был трезв. Под колесами оказались 56-летний мужчина и женщина. В результате женщина погибла на месте. Мужчина получил травму, ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Несколькими часами ранее серьезное столкновение произошло на перекрестке Воровского и Хлеба. Заводского проезда водитель Вазовской десятки при повороте налево не уступил дорогу встречной иномарки. В аварии пострадали 4 человека, в числе которых 2 ребенка в возрасте 5 месяцев и 3 лет. Один из пострадавших госпитализирован, трое проходят лечение амбулаторно. Огромная коллекция за 11 лет, ракурсы которых на местности просто не существует. В понедельник 12 художников со всей страны отправились в один из главных и старейших выездов для работы на открытом воздухе, на Васнецовский пленэр. Две ближайшие недели им придется провести в Уржуме, на родине одного из известнейших художников не только Вятки, но и вообще всей страны Виктора Васнецова. На что вдохновляют Васнецовские пейзажи на природе, расскажет Никита Тузов. Живая музыка, которая эхом отражается от мраморных стен. В такой обстановке представлена часть лучших работ по итогам 11 лет Васнецовского пленэра. В их числе работы Аллы Полковниченко. Ракурса, признается художница, с которого взят этот вид, на самом деле вообще не существует. Я много ходила, искала точки зрения, точки, ну, с которых нарисовать можно. Это была, ну, наверное, одна из самых сложных. Там было много-много деревьев, и сквозь деревья какие-то были кусочки, кусочки зданий, кусочки всего, поэтому пришлось немножко конфилировать. Ну, то есть прямого такого вида, собственно, нету, только если там все вырубить на переднем плане. Для Аллы Полковниченко новый выезд на Васнецовский пленэр – это возможность сделать вклад в российское изобразительное искусство. Вятский художественный музей – один из первых, кто начал возрождать такие пленэры на территории России. Васнецовские выезды по праву можно назвать одним из старейших. Работать на открытом воздухе художники отправляются уже в 12-й раз. Да и коллекция по итогам всех пленэров получилась внушительной. Это более 250 произведений, живописи и графики. На них представлены работы художников более чем из 50 городов нашей страны, да, и где-то больше 120 участников. Это именно мы в такую статистику подводили тех, кто однажды был, но из этих 120 некоторые были по несколько раз. В этом году для работы на открытом воздухе в Уржуме отправляются 12 художников из Кирова, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани и многих других городов. Полет творческой фантазии не ограничен ничем. Итоги почти двухнедельной работы подведут там же в Уржуме 19 августа. Вдобавок, по условиям выезда каждый художник должен оставить музею по две своих работы. При этом абсолютно бесплатно. Что примечательно, за 12 лет никто и никогда даже не пытался определить, сколько же в рублях стоят вот эти самые произведения искусства. Большинство художников, участников Восинцовского пленера передают свои произведения в дар музею. А все, что попадает в фонды, по своему определению становится бесценным. Никита Тузов, Дмитрий Анциферов, информационный канал, город. И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним воспознакомит Ален Матвеева. С 2002 года, 8 августа, во всем мире отмечается День кошек. А мы от исторических событий перейдем к прогнозу погоды на завтра. 8 августа в Кирове ожидается облачная погода, возможен дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 15 градусов. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Удачного вам вторника! Таким был этот понедельник, 7 августа. Если у вас есть новости, зазвоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи!